Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Она часто слышится, что необходимым условием малифона, в том числе образования, является политическая воля президента, правительства, министра. Абсолютно верно. Без политической воли вряд ли что-то получится. Это условие необходимого недостаточно. Давайте вспомним все страны, где были попытки провести качественные реформы. Ну, большая страна Америка. Вы помните все начальнища Билла Клинтона, его потом последователей и, наконец, политический развал реформы препаратов и оборудований. Почему? Политическая воля была всегда. У нас в стране, разве при каком-то президенте, не было политической воли из министров здравоохранения и эмиссионского образования? Или какой-то из министров, в том числе здесь присутствующих, не хотели это сделать? Вопрос исторический. А почему не выходит? И дело не только в деньгах. Часто надо соваться, вот у нас нет денег. Это отдельный вопрос. Конечно, их мало, не столько, как в Европе. Необходимыми еще условиями есть мнение врачей. Нужна ли им эта реформа? Будет ли им лучше работать, жить? Это мотивация их труда. А образование работает как раз на врачей, производя их. Производя таких людей, которым хочется поступать в ВУЗ, хочется потом всю свою профессиональную жизнь повышать свою уровень. И третье, что необходимо, это поддержка людей. Если люди не увидят с первых шагов позитива в реформе, не увидят, что приходят лучшие врачи, лучше становятся им в обслуживании, люди начинают ощущать не только лучшее качество медицинской помощи, но и общение. Есть такое украинское слово «чурнись», чему должны готовиться тоже медицинская область. И если в целом это будет, то я убежден, реформа у нас пойдет. Если посмотреть в историю, я помню, вчера господин Министер на встрече с медицинской обществом в Секиево, вы уже знакомились с тем, что сделано у нас в стране, и потом об этом частично слышала речь в вашем интервью на первом канале вечером. У нас фактически был только один системный документ в стране, где затрагивались эти вопросы от лечебно-патологической помощи, заканчивая образованием новой. Это был период, когда премьером был Ющенко, президент Куча. Концепция развития здравоохранения, помните, населения Украины. Не было ресурсов, не было убеждения тогда в то время врачам, что это необходимо, а люди вообще практически не знали, к чему это все приведет. И потихоньку все сошло на нет. Поэтому те инициативы, которые сейчас вы проводите, господин министр, публично, открыто выступая в самых разных аудиториях, от врачей до академиков, в масс-медиа, и ваша инициатива быть в регионах, я думаю, будет серьезным шагом вперед в продвижении реформы. Ну это первое. Второе, что хотел бы сказать, тоже относительно образования и науки, некоторые общие слова. Это ради чего, собственно говоря, любая реформа, в том числе нынешняя, затевается. Часто мы ориентируемся на старые стереотипы. Вот реформа нужна для того, чтобы улучшить состояние здоровья населения, снизить заболеваемость, смертность. У нас в стране увеличить среднюю продолжительность предстоящей жизни. Все это верно. Это средства, которые, несомненно, будут, если использовать те рекомендации, которые дают нам всемирные организации здравоохранения. Эти рекомендации по цели реформы здравоохранения звучат совсем иначе. Это справедливость в оказании мезинской помощи, доступной всем группам населения. Вот села, то, крупных городов. Это справедливость финансирования, чтобы люди не попали в белые, в свои взлыги, говорят по-украински, из-за того, что они больны. И это должно быть одной из целей, чтобы люди ощутили внимание к себе. Вот эти элементы, они, к сожалению, по-разному акцентированы в том документе, который называется «Стратегия развития работы на общей группе». Но это только начало. Сейчас идет обсуждение, и мы от нашей основной местности один и делегируем туда своих ученых для того, чтобы по возможности высказать свою точку зрения. То, что касается, собственно, теперь образования, как необходимого условия развития всех других отраслей здравоохранения. Как известно, образование медицинское зависит во многом от «А». Какие есть мировые тенденции развития этой сферы? Мировые тенденции таковы, что на сегодня есть два серьезных документа, револютирующие пути развития медицинского образования в каждой стране. Первый документ – это Всемирная Федерация Медицинского Образования разработала триплет стандарту, который состоит из трех частей – до диплома медицинского образования, после диплома медицинского образования, которое заканчивается предметением специальности этой интернатуры либо резидентуры. И, наконец, третья часть этого триплета – это непрерывное финальное развитие в течение всей жизни для поддержания уровня знаний, навыков врача на необходимом уровне. Как в этом плане, и второй документ, как в этом плане нужно действовать? Это европейский стандарт директива Евросоюза по количеству специальностей в стране. Украина на сегодня существенно отличается от рекомендаций Евросоюза по врачебным специальностям. Мы близки к тому, что если наш штат Америки, у нас около 130 специальностей на то свои причины, и он порекомендует, и многие остальные к этому уже подходят, вдвое меньше. Следовательно, наша задача, что может сделать министр сегодня, не меняя законы, это рассмотреть вместе с врачебными ассоциациями, необходимо слушать общественность, и уменьшить количество специальностей. А потом, естественно, и изменить программу подготовки тех врачей, которые останутся. Что касается додипломного образования, додипломное образование в нашей стране уже претерпело существенные изменения в плане и количества часов, и предметов. И оно близко к тому, что есть в странах, которые традиционно имеют шестилетнее медицинское образование, кроме Америки, кроме Британии, где другие сроки и другие немножко подходят. Поэтому тут, мне кажется, нужно только отдевать рефрекшинг тех знаний и навыков, которыми должны владеть выпускники. Что же касается второй составляющей подготовки кадров, именно после дипломного образования, когда люди вступают в интернатуру, и потом, после интернатуры, в будущем они будут поступать в резидентуру, как гласит новый закон о высшем образовании, где благодаря той же инициативе министерства эта норма впервые за 22 года была прописана у нас в стране, то здесь предстоит изменить, на мой взгляд, достаточно много. Наше сегодняшнее посредипломное образование несколько напоминает реализацию принципов крепостного права. Человек еще в начале шестого курса, выпускник, направляется куда-то на работу, где он якобы будет работать, через год еще ходит на рабочий институт, а потом еще через три года интернатуры. За эти три-четыре года абсолютно все поменяется. Потом работают кадровые службы министерства в перераспределениях, меняются потребности, изменяется структура лечебных учреждений и так дальше. Нигде, в общем-то, в мире, кроме небольшого количества стран, система распределения. Есть оппоненты. Наша страна, она слабо завеспечена кадром, особенно в сельской местности. А в другие страны слабо завеспечены в сельской местности. В Америке тоже мало кадров в районах, где когда-то будет резервация и действия. Мало врачей в Канаде, в северных провинциях. Нужны мотивы для того, чтобы врачи поехали туда работать. А для того, необходимо вместе с Минсоцполитикой принять меры по стимулированию, в первую очередь материальному стимулированию, врачей социальному стимулированию для занятия в отдаленных местах врачебной должности. А рынок определит, где эти кадры нужны. Интернатура. Сейчас в интернатуру люди поступают без всякого экзамена. В наш, один крупнейший вуз, мы испытываем трудности. Приходят многие со всей страны приезжать к нам интернатуру. В юридическом у нас нет возможности делать отбор лучше. Есть такие, которые непригодны быть врачами, особенно таких специальностей, как иерухирургия и другие технологичные. Мы видим, как они учились на посредипломном этапе. Нужен конкурс. Это возможно тогда, когда не будет системы распределения. Соответственно, по интернатуру. На сегодня выпускники поступают в интернатуру по 34 специальностях, включая от семейной медицины, нейрохирургии. Но какой нейрохирург может быть сразу после снической скамьи? Нигде тоже такого в мире нет. Многие страны имеют двухэтапную систему посреди полного образования. Первый этап – это базовая подготовка. Наша бывшая, когда-то советская суберниатура, которая себя уже пережила. Но первый год, первые два года, смотря на одной специальности, необходимо пройти либо хирургии, либо внутренние болезни, либо душерства, либо другие областные специальности. По нашему мнению, и это мнение обсуждено с другими мастерских грузами, таких специальностей может быть всего где-то 18-19, включая и нелечебные. То есть лечебные специальности всего около 10. Хотя и профилактическая, и педагоги, и микрофлоги, и грузологи, и другие. Закончивая обучение в интернатуре, а это примерно 80% выпускников в интернатуре, они могут уже работать на первичном, на вторичном звене, работая хирургами, акушерами, акушерами и другими специальностями. Но страна потребует и узких специальностей, естественно. Для этого есть везде в мире, и думаю, что и у нас будет скоро, уже законопринимать не нужно. Подготовка в резидентуре. По нашему мнению, мы на сегодня не можем перейти на 4-5-летнюю резидентуру по понятным причинам. Но двухлетняя подготовка вполне реальна. Таких специальностей может быть по нашим подсчетам где-то 35-40. А учитывая, что только каждый 10-й в снике интернатуры пойдет, то для страны это совсем не тяжело. Наша академия вполне могла бы принять до 300 резидентов по прибытическим расчетам в год на прием. И третий компонент. Да, в резидентуру поступление только по конкурсу. Лучше поступит. Худшее будет работать дальше по своим базам, основным специальностям. Или пытаться поступить через год, через два, так как поступает без земли. Третий компонент образования это посреди полное профессиональное развитие. Непрерывное профессиональное развитие. Европа, Америка имеют такую систему, когда в течение определенного производственного цикла это от 3 до 5 лет. Сейчас в Америке до 7 лет. Врачи должны заниматься не только лечебной работой, но и постоянно поддерживать свой уровень знаний, навыков, умений. Используются самые различные формы. Не так давно, несколько лет назад, в Украине европейский опыт был использован и был истрен приказ 484, который регламентирует, используя различные формы образования в процессе непрерывного профессионального развития врача для того, чтобы это учесть и рекомендовать либо не рекомендовать врачу на сегодня, говорят, повышать свою категорию или не повышать. Категория, ну, мой взгляд, это уже рудимент. Эти категории ничего не решают, тем более материально-опатической разницы там нет. Но врач получает право продолжать свою деятельность, если он подтвердил этот уровень. Через многие формы, в том числе через участие в конференциях, на рабочих местах, на циклах определенных повышения квалификаций, мастер-классах и тому подобное, что у нас, в принципе, отработаны, наши зарубежные коллеги, когда у нас бывают, а аналогичный центр есть во многих странах первого. В Сусене-Тауне я знакомился с таким центром в Братиславии, с центром в Польше, по Лабарии, Американской Адемии по сельковому образованию. Разные схемы, разные подсчеты, количество кредитов или баллов, человек должен набрать в том числе, и это считается более высокий балл, если бы прошло обучение у специалистов. Это очень важно. Можно, конечно, учиться на рабочем месте. На рабочем месте я заканчиваю. Рабочее место занято врачом, который работает, ему некогда заниматься по высшему квалификации. Поэтому наше ведущего сейчас институт институт в кондиологии, институт в тезиатрии, институт сердца, в котором присутствуют директора, мы даем возможность специально обученным людям работать с врачами. Я думаю, что вот здесь необходимо сосредоточить наши усилия для развития и этого компонента, стандарта Всеверной Федерации медицинского образования. Я благодарю вас за внимание. Извините, что мы уже заняли много времени. Спасибо большое. Насколько я понял, сразу надо менять кальческую специальность, с которой я не знаю, если все согласны, потому что я буду делать привезю полуспециальности и как они сейчас существуют и как-то привезти как это на учеборопейский уровень. Да, вот, например, у нас есть специальность авиационная и космическая медицина. У нас есть специальность судновая медицина. Не от слова судно в клинике, а в корабле, да. Чем они отличаются от обычных болезней? Никогда никто не может понимать. Ну, у нас в космосе пациентов, которые... Которые? В космосе, только пациентов, которые... Да, ну, виталлический вопрос. Понятно, понятно. Хорошо. А по итернатуле тоже понятно. То есть, по резиденту, итернатуру, что-то менять, но я не знаю, как работает, я сейчас не говорю, не знаю, как работает сейчас система, поэтому, если вы подскажете, после полной, как, ну, например, они проходят, какое-то тестирование, потом попадают в основные в больницу, или они просто направляются обратно, в какие-то направляемые... Александр Городович, отвечая на ваш вопрос, скажу так. Мы разработали в последние месяцы для Министерства здравоохранения пакет проектов нормативных актов, которые включают с собой реорганизацию существенной интернатуры, резидентуру, эклической ординатуры, я готов вам представить копию этих документов. Пожалуйста, мы будем очень рады и вычислить сразу эти документы в свой большой пакет по реформированию и интернатуры, то есть по... какому... то есть за хранатином это будет... то есть это повлияет на быстрое решение проведения, которое на пакетах это будет прикладно. Большое удовольствие. Спасибо. 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 Мне только в следующем нахерпатчиком как-то в стране в плане это конденсивный вытяжет и по пунктам четко и это предложение по анализу деятельности службы и по конкретным предложениям. Сегодня идет катафол и после нашего совещания вы можете получить адрес селекционной почты, на которой вы сможете в течение недели отправить в ближайшее предложение и мы все эти предложения сойдем в единый единый пакет и мы на рассмотрение министра для того принять четких решений как принести к проценту и уже на заместитель министра и процент на обсуждение есть желание или все-таки можно давать слово добрый день жирная коллеги еще раз уважаемый господин министр мы все чаще говорим о понятии медицинской услугой и давно пора переходить к понятию медицинской помощи медицинской услугой она на мой взгляд предполагает несколько основополагающих базовых элементов первое это стандартизация оказания услуги и таких стандартов у нас уже есть немало и в прошлом году мы например приняли уже министерством министерским приказом стандарты оказания помощи постам инфаркту и коронарному синдрому но есть целый ряд мозологических форм по которым у нас значительно устарели эти протоколы стандартизации и если вы спрашиваете о том что можно сделать прямо сейчас то прямо сейчас лично я если мы хотим к концу года вводить страховую медицину в таком бы ни было виде без протоколов стандартизации оказания этих услуг мы не сдвинемся второй шаг и это то что можно сделать прямо сейчас думаю что можно создать рабочие группы по направлениям их могут вызвать либо главные специалисты в каждом направлении либо назначены отдельные люди практически по всем нозологическим формам у нас существуют научно-исследовательские институты и они могли бы оказать очень серьезную методологическую помощь это на мой взгляд это можно сделать за 2-3 месяца практически закончить всю эту работу конечно для стандартизации мы должны принять мне кажется приказом по министерству такие вот правила классификации назоологических форм если мы междув shape и уроку значит мы должны обещать их принять классификацию энергичных форм европейских есть американско-европейская американская в 2 раза больше мне кажется нам более биоммем европейское это тоже можно сделать буквально в течение двух-трех недель, то есть это отдельный приказ. После стандартизации следующий шаг это, конечно же, дерификация медицинских услуг. Когда мы примем стандарты и поймем, сколько и какими медикаментами и какими методиками мы лечим каждую злоумодческую форму, мы должны просчитать, сколько это стоит. Уважаемый господин министр, не надейтесь, вы сказали, посчитайте, сколько у вас там оборот. Никто вам свои гонорары не будет рассказывать. Это все в области фантастики. Но посчитать, сколько стоит наша услуга, мы можем. В институте Свердца есть такая методология. Мы уже 8 лет практически работаем полу-тарифом. Все время нам посчитала фирма медицина. Единственное, на то время лицензированное министерством фирмы для расчета медицинских услуг. Но сегодня окончательной методологии и расчетов нет. Я много очень оперировал в Грузии. Два года практически там оперировал и знаю, как делается в Грузии. Наша методология несколько отличается, поскольку в нашей клинике в большей степени государство и коммунальные услуги, зарплаты, все защищенные статьи у нас гарантированно оплачивают государство. Мы в расчет это практически не берем. Мы берем только медикаменты, человека-часы, ватку, спирт. У нас мы посчитали ватки со спиртом, для крапирки, вместо лукова, и для инсплутации сердца. У нас все посчитано. Мы можем вводить коэффициент инфляции, и это очень просто. Каждый год вводить коэффициент инфляции, чтобы не пересчитывать. Потому что это дорогое удовольствие, пересчет. И мы сегодня ждем от вас методологии расчета этих услуг. Было бы хорошо, чтобы министерство нам хоть какую-то методологию предоставило, как вы это себе видите. Либо это будет грузинская модель, там немножко по-другому это считается. Там отдельно считаются расходные материалы, отдельно гонорарий персонал. Без учета коммунальных услуг, потому что большинство клиник частных. Либо это будет какая-то смешанная форма для нас, с учетом того, что есть еще академические институты, есть еще ведомственные клиники, и совсем другие расчеты. И вот это вторая ступень, на которую мы должны наступить, прежде чем подняться до страховой компании. И еще один вопрос, который мы тоже хотели бы понимать. Мы очень много сейчас выучим, а вы говорите о том, что будет меняться форма собственности. Мы хотели бы понимать, как поменяется форма собственности лечебных учреждений, как вы это видите для себя. Почему? Потому что если мы юридически станем коммунальными предприемствами у нас, и в нашей юрисдикции есть такое понятие, то мы, соответственно, становимся хозерасчетными, полностью хозерасчетными предприятиями. Мы получаем деньги за оказыванную услугу, и мы платим и коммунальную услугу, и распределяем на медикаменты, на развитие, на закупку оборудования, и, соответственно, на зарплату врачей. Это решает внутренний, там, совет директоров, или коллектив, или рабочая группа внутри коллектива. Поэтому мы должны для того, чтобы хотя бы это все правильно посчитать, понимать, как вы видите форму собственности тех лечебных учреждений, которые сегодня существуют, и как мы будем конкурировать завтра с частными клиниками, которые, несомненно, появятся в большом количестве, как только мы ведем страховую медицину. Будет ли это точно так же оплачиваться как медицинского учреждения и в государственные лечебные учреждения, либо мы будем получать деньги только за медикаменты, и за работу врачей, коммунальные услуги останутся у нас в защищенном месте. Это все методология расчеток, из которой мы дальше по страховой медицине нам будет двигаться очень сложно. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Абсолютно. Мы с вами встречались, открываем эти техники, абсолютно все правильно, отлично, и даже ничего не добавляет. Просто, я не знаю, насколько это будет эффективно, если вы будете сейчас это выглядеть, высказывать. У вас есть, поухарки, другие очень многое сделано, то есть вы на 10-9% в году по другим направлениям я не знаю, в какая ситуация. Если иметь смысл создавать рабочую группу не знаю, сейчас лучше, обрушающую гинекологию, скажем так, то если там нет стандарта и нету партнерского, то не лучше было бы брать, например, я не знаю, не быстрее было бы брать те европейские, которые мы давно предоставили, но мы писать лучше. Они есть, но так и есть. У нас так было абсолютно по всем специальностям есть. И расчеты есть, и расчеты все есть. Так, если все было, почему ничего не делал по этому? Надо было действительно решение свыше, потому что нужно было тогда решение отоблачивать, а все же. Хорошо относится к Думблашке, это, наверное, на добрый шаг. Да, ведь ничего не думал. Грабийские стандарты не реализуемы, к сожалению, сегодня в Украине. Скажем так, если мы возьмем сегодня грабийский стандарт показания помощи по стране Монквартии, у нас в многих областях всего один ангиограф. А, можно спросить, это, например, если сделать нагадую раду, но небольшой сбоку, который сможет сделать Монквартический протокол, который существует от того, в том, в том, все соглашаются, что это хороший протокол, это можно. Он уже делает альфикацию на полу, и в том, что построили с расчетом. Если большинство в других это уже уже вращается. Можно предоставить вид украины? Стандарты существуют. Если это поручить либо главным специалистом, либо институтом научным, чтобы обновить эти стандарты и привести их в соответствие с сегодняшним днем, и они, на мой взгляд, должны быть каким-то образом все-таки утверждены министерством, потому что если за каждую сумку предполагается платить деньги, которые государству, которые расстроены в Украине, это должно быть каким-то образом утверждено на законах на правительственном уровне, а не просто на уровне ассоциаций или каждой клиники. Если мы сможем учить, то это стандарты стандартируют по всей стране. Это однозначно. Несмотря на нашу собственную стандарту, то есть стандарты должны быть интересны, потому что в Украине, что они готовы, чтобы они будут оплачиваться за каждую неделю. Спасибо. В Украине. В Украине. В Украине. В Украине. Стандарте. В Украине. В Украине. Спасибо. Вопрос в том, что у нас есть кардиология, хирургия. Вопрос в том, что у нас есть кардиология, хирургия. Вопрос в том, что у нас есть кардиология, хирургия. Вопрос в том, что у нас есть кардиология, хирургия. Вопрос в том, что у нас есть кардиология, хирургия. Потому что правые документы, к сожалению, содержат и незарегистрированные прибавки, и коррупционные риски в виде трактора на плане «Девашьи» и «Девашьи» технологии. И в этом году, хотя в годы, среди подавших протоколы, с именем степенса, уже были отменены. То есть, я думаю, что где-то в течение, наверное, двух-трех недель будет представлена информация, сведенная по национологическим форумам, для того, чтобы и академические институции, и главные специалисты Министерства здравоохранения, и ведущие специалисты отрасли действительно могли быстро пересмотреть эти протоколы обновить. Ну, конечно, система здравоохранения остро создается в кайдлайне. И у нас мы имеем международные инструменты по кайдлайну, мы работаем с инструментами игры, но проблема перевода существует. Хорошие кайдлайны, они обычно на английском языке. Поэтому здесь мы, наверное, обращаемся с помощью, может быть, и от профессиональных ассоциаций, и еще кого-то. А, в принципе, есть обслуживание людей, которые готовы и умеют. И мы оказываем методологическую помощь всем тем, в дневных нам, которые сегодня мы с вами суждали, с которыми мы уже разводили жизнь. А что же это? Без спорта. Очень приятно. И эти люди уже работали. И единственная еще проблема, кроме 7 года, это отсутствие тросиепатора медицинских услуг. Да, это действительно действует в этом. Есть такой ассоциепатор болезней. Я говорю о том, что с уникальной медицинских услуг. Да, есть предложение. Мы в прошлом году тоже подавали такой ассоциепатор честного хранения. Мы можем подробно его показать. Он построен по такому же принципу, как построена ассоциептическая классификация. Есть основное задержание и есть обязательность для каких-то проблем. Конечно, его тоже надо рассказать, может быть, чтобы посмотрели специалисты и ведущие специалисты. Но, в принципе, это очень динамичное составляющее, которое позволит унифицировать все роды писать никаким языком. И здесь, как бы, динамичное составляет с директорами. Потому что услуга, она должна везде называться одинаково. Уважаемый господин Министр, Александр Толстанов, Национальное медицинское объединение посетительного образования. Продолжение то, что правильно заметил профессор Катуров. Действительно, существует на сегодняшний день не одна, а три методики расчета стоимости услуг. Но они находятся в Министерстве здравоохранения. И они не утверждены только потому, что это противоречило концепции финансирования системы. И это не давало возможности, как ни старались, утвердить ее на уровне Министерства финансов. Я думаю, что это будет первая ваша серьезная победа. Если это осуществится, то есть изменение этого финансового образования. В связи с тем, что сказала госпожа Лещишина, это даст возможность перед ним держать и идти вперед. Абсолютно просто автономия заклада, которая все заложена в единственном законе, который уже многими министерствами предыдущими завезированы. И он находится в законодательном обучении жизни. И я думаю, это будет достаточно. Спасибо. Продолжение следует... Уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, спасибо за возможность такой встречи и за ее необычный формат для этих стен. Очень коротко, несколько пунктов. Медицинские вузы находятся в большой тревоге относительно возможности передачи в систему МОНО. И мы просили бы определенных, так сказать, ну, заверений, что эта передача в 2015 году не состоится. И на наш взгляд, ну, эта передача ухудшит нашу работу и по многим параметрам. И мы просили бы, чтобы реформы не включали передачу медвузов в МОНО. Я могу развить этот тезис, если будет в этом потребность. Второй вопрос относительно интернатуры. Что здесь звучало? В предыдущей работе МОЗа была разработана концепция, которая обсуждалась в медицинской общественности. И на взгляд нашего университета она позитивная, потому что ни в одной устраняется интернатура, то есть первичная. Вот после обречания вуза, ну, не может человек учиться на дерматолога, на уролога и на нейрохирурга, не пройдя подготовки по терапии, хирургии и акушерству. И мы тоже ждем подтверждения. Эта концепция изменится, потому что мы часто видим, когда меняется руководство, то меняются многие вещи. И мы хотели бы получить месседж относительно этого, потому что планировать свою работу. Это пункт второй. Пункт третий, который здесь тоже уже звучал. Относительно стандартизации и протоколов. Это позитив, что под эгидой МОЗа уже несколько лет разрабатываются эти документы. Мне довелось быть участником одной рабочей группы по острому коронарному синдрому. И как человеку, в общем, со стороны, мне вызвало удивление, почему эта процедура длилась два года. Эта процедура длилась два года. Это первый вопрос. А второй вопрос, что звучало сейчас, вот создание протокола инициированного МОЗа. Окей. Но есть медицинские ассоциации. Есть вообще движение в плане самоуправления и децентрализации власти. И думаю, что выскажу мнение не только свое, что мы ждем усиления роли медицинских ассоциаций. Они должны быть у руля в составлении этих протоколов. Они должны давать категории. Особенно это, что касается уровня город, это, ну, тут с этим есть проблемы с, ну, самой процедурой получения достойных. И, в принципе, они должны быть приемщиками у постдипломного образования, в которой медуниверситеты тоже принимают участие на виду с нашим лидером МАФа, приемщиками термов. Вот мы должны, в комиссии в этой, мы не должны сами у себя это принимать, а ассоциации в этом должны принять участие, на мой взгляд. И мы ждем этого. Безусловно, ассоциации в Украине собрались разные. Ну, разной степени, скажем, централизации власти и представительством, ну, коллег, которые живут не в Киеве. Поэтому, думаю, что, ну, самесообразно было бы вот эти ассоциации организационно провести определенное собрание. И думаю, что все откликнутся, представители всех городов, в тем, чтобы такие, может быть, и структурные органы власти в ассоциациях перезбрать. Это демократично, абсолютно четко, но я убеждена, что они призваны играть большую роль в Украине сейчас, чем они играют сейчас, занимая, работая, в общем, до сильной степени на себя. И там еще определенные коммерческие цели реализуют. И третье. Относительно клинических больниц. Ну, я рада, что я сегодня, благодаря тому, что я пришла в этот зал, узнала, что на сайте МОЗ должно появиться обновленное положение о клинической больнице. Ну, да, вот на минуточку. При том, что медуниверситет имеет много клинических баз в городе Киеве. И, как посчитала КНДА, наши виртуальные коммунальные платежи, вот такую медуниверситета за год, это 13 миллионов, а нам 9 миллионов, как господин Радутский сказал при первой встрече. И хотелось бы, чтобы это положение, в общем-то, было широко обсуждено, потому что те проблемы, которые имеют кафедры на клинических базах, они достаточно большие. Главврач решает все. И, соответственно, и заведующие отделения тоже себя ведут как царьки в своих отделениях. Нам насущно необходимо изменение в этом положении в плане увеличения роли заведующих кафедрой в клинике, при том, что главврачи, как во всем мире, это администраторы. Вот. И было бы полезно, чтобы, например, две трети врачей, которые по системе МОЗ и Горздрава на 0,25 ставки работали преподавателями, это повысило бы их уже. В общем, мы просим, чтобы это точно не требует денег, изменение формы собственности, но что значительно облегчит работу, потому что есть большой разброд и шатание. На некоторых хирургических кафедрах стараются не допустить с кафедральным сотрудниками операционные. И тут все сейчас борются за больного и показывают больных нищих, скандальных и умирающих. А тотальные обходы делают достаточно сложно. И это уже назрело, но не может быть в моей власти эффективно. Я о наших собственных потребностях не вправе здесь говорить больше, поэтому на всем спасибо. Спасибо большое. Хочу с вами позицию. Есть ли у него вообще развитие, по-моему, развитие медицины невозможно, если не эпидемирована НУРС, клиника и наводка. Если у университета есть клиника, в которой она не может участвовать в управлении, то это не университетная клиника. Или надо, чтобы принять какие-то меры при лицензировании, авторизации, администрации и высших учебных заведений, что не на пустоте, а в том, что люди, которые будут набираться, обучать в грузах, они просто быть действующими врачами, представлять, как это были клиники и так далее, или, или вставать просто по управлению грузом, или где они будут иметь возможность управлять в грузах. То есть, третьего варианта не существует, только имеющиеся в управлении, которые, вроде, у вас есть клиники, но уделения. Да мы в Крымах тут абсолютно... Кто больше лидер и, скажем, авторитет, тот, в общем, берет власть и еще и борется. У нас есть богатые... Вот, например, профессор, профессор, наш главный специалист Минздрав по инфекционным болезням, наша уважаемая зафкафедра инфекционных болезней, тут не может вернуться после реконструкции отделения инфекционных болезней в Александровскую больницу, потому что Юлий Принь не берет главврач. Точка, понимаете? Главный специалист Министерства здравоохранения. И два года мы тут, надо сказать, боремся, в Горздрав пишем, и мы ничего сделать не можем. Это ненормальная ситуация. Пожалуйста. Нет. 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 Это было Sabotево, это был Sabotево, это был Берландир Крым. Есть Берландир Крым, есть в Нешево, они и в Соль, то есть они и управляют все эти системы, которые находят там, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Деньги пойдут за арбитуриентом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какого числа официально заступила на работу Неделю Столько главврачей, которые посетили Мой кабинет за неделю Это огромное количество врачей, Каждый из которых говорит разную информацию Что дает мне еще раз подтверждение Сначала мы закрываемся Исключительно в юридическую часть И определяем, какая форма Совсем не доставая идеальной Наиболее эффективной для больнице А после того мы говорим Ребята, кому-то придется смириться кто-то, наоборот, с радостью принят, а кто-то просто укорены в то, что есть. Вот и все. Относительно вопроса «дайте нам хорошего управления, мы будем лечить», но, безусловно, в жизни есть много вещей, о которых мы мечтаем и хотим. Но если у нас есть одна позиция, главврач, он же управленец, наверное, стоит тогда думать, кто выбирает его. Если мы коллектив к этому приобщаем, скажем, здесь масса валерьев еще существует, наверное, к этому вопросу, ищущих готовности нет, сказать так не значит. Но чтобы вы понимали, алгоритм работы – вот и вот такой. Хорошо? И в этой части я очень рада, что я не врач. Я думаю, вот и нет. Но задание проблемы есть? Да, потому что… Да, конечно. У меня у самого врач врач, он регулярно жалуется. Чтобы в проблеме не лечить, начать это. Да, ну, мой отец сам в радиологии был еще директором института. Что с ним получилось? Что-то не про эти примеры, и украинские виды, там, разные директорности. По собственному отцу, он был хорошим родителем, до берега, в другим городом, была огромная практика, он заведовал, ну, отделом, отделом, отделом. А то и в городе избрали директора. Из-за того, что врача сделали плохого директора. Из-за того, что он там бегал в лоб, не купит наволочки, и в пищевые вещи, он потом стал плохим врачом. Когда он, когда подошел через 10 лет, что он теряет, в принципе, все свои навыки, он ушел от директора работы, то он не смог вернуться в радиологии. Потому что за 10 лет, то есть прошло столько времени, что элементарно тот аппарат, который у него стоял, до 1978 года, до 1972 года, камера австрийская, это оказалось реалитетным. Потому что 10 лет элементарно все берешь на цифровую радиологию, и элементарно ему надо было учиться заново. Такая вещь получилась. Так что сейчас у нас все из хорошего, начнем делать запаху проблемы, не затеряя хорошо врача просто. Не надо на это, на кем-то, на рассмотрение, подвините, естественно, есть и консилиум, есть и советы, и все-все-все. А заниматься там с опухами, которые этим хорошо разбираются врачи-последствии. Я так думаю. Но это, в принципе, должен быть выбор коллектива, в принципе. Сейчас кто-то не решает эту инфляцию, но начнем выклинивать. Я тоже, когда бы, скажу, мысли, что пришел бы к нам, который обещал, что через две недели нам не сдал предоставить этот въезд. И по поводу лебедики, с ним никогоем, по поводу увеличения ассоциаций. Я думаю, что... Разрешите, я вам поясню. Значит, методика предусматривает участие в ассоциации, профессиональных. У нас даже участвуют ассоциации пациентов. В подготовке такого документа, который называется клиническая столовая. Адаптированная. Значит, работают все. Могу привести пример. Ассоциация пациентов, извините, кастроэнтерологов, 14-й год, 7 протоколов, 7 столов. Вместе с нами. Мы даем методолог. Что касается протокола, это нормативный, профессиональный документ. Здесь уже работает только профессиональный. Так что все могут вызвать. Да, но если что-то добавить, это очень эффективно, когда ассоциация одна и сильная. Когда ассоциация больше, чем одна, тогда уже проблема. И слабые. И слабые. Все, что-то, потому что разный футбол есть четыре ассоциации обучающихся генетологии, а значит, это второй, а средний, и другой, и девятый, не слабые, которые работают, которые выясняют. То есть, если вы так организованы, то, что вы не будете жить. Но привлекательки надо. Вещать узнаться. Возможно, многие не знают, но информацию будут хотим, чтобы выучить пунктиру, чтобы выучить. Осколок. Обычно мы готовы, учитывая, что всегда писали национальный райплайк. Будет очень любит национальный, потом уже 2 группа, сложная, то есть, национальный, это общество, все должны, я это не признаю, просто мы бы пришли насладить. Убрали слово национальное, убрали слово там, все были жестко, хором, хватит, из чего-то, убрали вообще, то сделали просто разработку, тонали, все, умили, и все, потому что У нас называется адаптированная клиническая ростанова, указанная тема клиническая, которая посвящена ростанова, и демонтицированный клинический протокол, который согласно основам законодательства, один из видов ростовых стандартов является обязательным для исполнения. Есть специальный механизм разработки уже на правильном протоколу, но я думаю, что вам уже не занимает время в рабочем порядке, я думаю, что с вами будет разговор, как это и совсем по-моему. Уважаемый министр, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я вышел на эту трибуну, чтобы сказать, говорил господин министр, что я еще много не знаю. До конца сегодняшней встречи, еще несколько дней работы, вы будете знать, что, как говорил классик советский, что все у нас есть, но не всегда, не везде и не в достаточном количестве. У нас есть и протоколы, у нас есть и мощная учебная база, у нас есть и клинические базы. И, то есть, большое спасибо за возможность присутствовать на этой встрече. А то есть, в этой встрече я себе подумал, человек, который больше 20 лет отдал организацию здравоохранения, почему так случилось, что все у нас есть, а картинка не складывается. А поезд не есть, колеса есть, рама есть, пассажиры есть, даже есть машинист-локомотивы, которые, правда, менялись очень часто. А поезд не есть. Сегодня, особенно сегодня, перед страной стоят большие вызовы. Вот это и война, и финансовый кризис, и все такое. И сегодня те вызовы, которые стоят перед государством в целом, перед Министерством здравоохранения, в частности, и в частности, перед вами, уважаемый господин министр, еще один вызов будет в реализации реформы, это груз ответственности и груз нереализованных возможностей. И даже те, которые были позитивные вещи, их публичная интерпретация была нулевая. Они не были доведены, не было соответственной коммуникации, и это очень большая проблема. Мне очень приятно, что вы говорите, что не будете начинать свою работу с чистого листа. Потому что нас в 17-м году большевики запрограммировали до основания затем. До основания у всех выходило, а затем уже не хватало ни сил, ни должности, а может и в живых не было. Поэтому, знаете, вот в нашей жизни, где-то больше, чем полгода назад, вышел такой термин, неприятный такой и трагический для нашего народа, гибридная война. Вот я вчера вечером на себе подумал, а что такое украинская, советская или просто украинская медицина? Это гибридная медицина. Это гибридная медицина. Это вы делаете вид, что нам платите, а мы будем делать вид, что мы работаем. У нас правила игры определяет Конституция, которую мы меняем уже 20 лет, никак не можем поменять. Коммунистические принципы, что все бесплатно, сокращать нельзя. У нас в предминистре Сердюке было два постановления Кабмина о платных послугах, которые через Конституционный суд отменили. Хоть какая-то была отдушина, я взрослева, хоть какой-то ресурс. То есть мышление коммунистическое осталось, рейки коммунистические остались, а ситуация меняется. И вот это такая гибридная или, не хочу более жесткое слово, употребляю, совсем хорошо. Одни смотрят в карман врачу, что принесет, другие создают фонды, за которые каждый день или каждую неделю может прийти товарищ Когонов и спросить. Федди, приватная медицина, которая дорогая и не всем по карману. То есть при такой ситуации мы не достигнем успеха. Потому что гибрид он всегда гибрид. И анализируя почему, каждый человек, присутствующий в этом зале, его отоболит. Потому что отданы мне одно десятилетие и выступление уважаемого нашего сегодня юбиляра Юрия Васильевича тоже. Почему, почему? Ну, я хочу свое. Я очень хочу, чтобы был успех. Я очень хочу, чтобы в окончании карьеры мог сказать своим детям, в раннем случае, что он сделал и есть какой-то результат. Напрочь отсутствовала коммуникативная стратегия. Мне очень приятно, что за очень короткое время министр правоохранения Украины уже узнаваем. И по радио, и по телевизору тоже узнаваем. Это очень приятно. Больше никого пока не видно. Это плохо. Стратегия. Должен быть публичный документ. О государственной политике. Где четко написано. Цель. Какие проблемы вы решаете. И какие заинтересованные стороны. Кто говорит, кто проезжает, кто не играет. Ну, когда предыдущие реформы проводились, вот так мне вспомнилось, перед этой встречей, когда двоих промоутеров реформы спросили на очередном шоу. А вот это как будет? А вот туда, куда мы идем? Она говорит, так я в прошлой неделе давала интервью в «Зеркало недели». И там все сказал. Интервью даже уважаемой газете «Зеркало недели» это не документ. И поэтому этим использовались, но всегда будут силы, Юрий Васильевич чуть-чуть об этом говорил, всегда будут силы, которые ни при каких условиях не захотят выходить. Потому что задеваются их интересы, материальные, и так далее, и так далее. Это не наши союзники, это наши. Всегда есть люди, группа людей, ну скажем так, социально захищенных, малоимущих, которые могут быть первыми использованы, приспосываются, шукают слово. Им тоже не хочется меняться. И есть третья категория. Те, которые молча поддерживают, а нами они не мобилизованы. Это усвеченные люди, такие, разумеется, прямо шустрые, которые понимают, что надо что-то сделать, но мы про них не знаем. Они об этом узнают тогда, ну, послотом шустроваться, уже его нет или нет еще. Поэтому, вот, это та работа, которая должна быть альфа-эмэ. И это то, что было упущено, и это то, что, ну, на мое субъективное мнение, это было тем моментом, который даже нам не давал возможности и иллюстрации тех позитивов, которые были, без сомнения, сделаны и которые надо развивать, и если будет регламент, я сказал бы, своими. И что самое главное? Что люди должны знать? Люди по одну сторону, по другую. Какие конкретные шаги решают? Три. Нормативно-правовые, где четко должно быть сказано, что будет ликвидировано, что будет создано новое, а что будет изменено. Административные изменения. Какие структуры, процедуры, стандарты, умения будут скасованы, поправлены, взроблены. И бюджетные, бюджетные, финансовые взаимоотношения тоже, что будет ликвидировано, что будет создано новое и что будет заменено. Ничего не надо выдумывать. Мы 25 лет намагаем, мы 25 лет хотим выдумать какой-то свой украинский велосипед. Нет украинского велосипеда. Есть украинские дороги, есть украинские осветленные дороги, есть кривые дороги, есть бездорожья. И надо, чтобы этот велосипед, который называется здравоохранение Украины, научить ездить по этим дорогам. СКС, да? Стопки и устанки. По направлениям определиться и двигаться вперед. Судьба реформаторов, она очень такая, непредсказуемая. Не каждый дождется похвалы, сидящий в кресле и реформирует. Потому что реформа здравоохранения это результат по вчера, а он может быть только через год, через два, через три. И реформа, которые проводились в разных странах мира, реформы, которые связаны с принятием политических решений, выборы, циклично, в четыре года, пять лет, и так далее, и так далее. Ну, мы хотим привести пример отца экономических реформ Польши, Леша Кобольцевовича. Такому астраклизму, я во Львове работаю, близко. Такого астраклизма, такого шквала критики и так далее, и так далее, как получил этот человек, министр финансов и вице-премьер правительства. Польша это, ну, молодой еще был и выдержал. Но сейчас все говорят, что то, что сделал шоковой терапию, был шоковой терапии. Что это дает возможность через 20, там, 23, 24 года говорить о том, что Польша одна из успешных европейских экономик и страна, которая с оптимизмом смотрит в будущее. Поэтому я, я хочу пожелать, чтобы все-таки нам в этот раз удалось. Я хочу, понимаете, и я проанализировал, за эти годы столько было разных проектов, международных, поддержки, партнерства, на региональном уровне, на общем национальном. Проект закончился, все не закреплено, приходили дяди из филинспекции, а сейчас будем опять жить по-прежнему, по-прежнему. Все, забудьте. Потому что вы там два года в себе вольность были, забудьте о том. Это недопустимо. Поэтому закон о пилотах, который был, сейчас я знаю, подали на продолжение этого закона, но в моем, ну, я всегда говорил так, что пилот это хорошо, но вся Украина должна работать. Вся Украина должна работать в этом направлении. И если уже говорить конкретно об этом законе, то те моменты, которые, что касались адекватной медицины, первичной медико-санитарной помощи, они уже экстраполированы практически на всю Украину. То есть вот эти юридические моменты надо посмотреть. Но пока он не продолжен, а уже завтра будет февраль. И там есть моменты, которые не стыкуются. Раз. Второе. Наверное, надо было бы проанализировать этот закон, что сделано за три года, и сказать, вот это мы оставляем и закрепляем в других нормативных документах. Вот это мы поправляем, потому что тут надо что-то подрихтовать, так сказать. А вот это мы отметаем, потому что оно нам не подходит. Сегодня говорили, есть политическая воля, есть воля министра. Но не будет результата, если это не будет трансформировано в административную процедуру. Где каждый будет знать свое место, свою функцию, а мы будем, мы не знаем, мы будем контролировать. Риски реформы есть. Есть риски, которые мы знаем, которые мы должны упреждать. Но самый большой риск, это цена ни делания реформы. Это самый большой риск. Костов, но вы. Спасибо за внимание. Спасибо. Я понимаю, что это первое, что такое нормативное, может быть, необычное, я понимаю, что все хотят высказаться, но давайте все просим все об одной такой истике. Больше будем говорить, чем больше будем говорить, меньше будем делать делать. Я просто хочу, я не говорю о том, что мне сейчас и не разговаривать, просто больше надо, что-то как-то конкретное предложение получать, чтобы на этот день переводить. Сегодня, если суббировать, я знаю, что есть субб и выступающие, но, к сожалению, уже два часа сидим в этом зале. За два часа было три, как это пригласил, я не считал. Что вы сказали? Где написано? Это полиции специальностей. Протокол, который уже, когда учился в доме, должен попробовать, чтобы я не буду делать. Так, ну, уже есть, правда, есть, да, я буду делать нашествение, и поставлю предложение, которое я очень хочу, еще раз, вот тогда, завтра, все эти три, когда будут. И первое, что вы увидите, которое выйдет замечательно. Например, я знаю, что много раз примеры, я тут, например, приоритки. Меня поразило, когда первый раз я приехал в Киев, в эту фальтуру поехал в сентябре, увидел, что на всех розетках стоит, на прейках, весь платформ. Я спросил, что это такое, почему он там стоит? Мы сказали, что она указывает вольтаж. Ну, хорошо, а есть какой-нибудь вольтаж по стране М-7, кроме 30 классов? Ну, если 3080, 120, ну, сколько таких? Ну, наверное, меньше, то, что процента, а, наверное, 200 по всей стране, это не легче же поставить на те, которые 380, 110, на все 30 классы, да? Просто я, конечно, хотел бы вас попросить. Такие пределы очень много предложений. Потому что, когда сокрушено все лицензиями и регуляцией, то есть я вынесу все при печатках, и я вынесу все при печатках. И потом уже в рух моего века, и печати все и через честь, все было очень быстро, и в результатах очень оценно. И тогда я приехал, смотрел со стороны, например, то, что мне уже шало, ужасало это еще раз, не знаю, что раз повторяется, печати в меню, например, да? Какие-то маленькие вещи, которые я не видел давно, и просто интересно, почему они не находятся. Но это мешает всем. Это ничего никому не дает абсолютно реализация, как будет время я сяду, просто хочу посмотреть реестр формы 450 шонка. Есть формы, которые регулируют форму, которые регулируют новую форму, которые по одной форме писать в другую форму, а потом дает в целом, через третью форму. Есть такие вещи. Пожалуйста, посмотрите праздник «Девья жизни». Врачи, кто не может знать, в чем проблема? Если надо что-то заполнить, то вы думаете, что не думаете, а еще никому не дают. В обращении с врачей полюстники сказали, что там полдня, они что-то пишут, не знают зачем, для кого, кто-то вообще читает, и почему-то тем не надо отбирать пациенты, заполниться. Пожалуйста, если есть лицензионные, какие-то МОЗовские регуляции, и даже за МОЗов и конструкции, то, что мы уже заканчиваем, можно вот таким папа, что-то из них, я прошу, уменьшить, что это про специальности, понятно, но может быть, у вас какая-то регуляция есть, по четкости, по чему-то, которая ожидает, что-то не то. Вы понапросто подумайте об этом, потому что мы сейчас говорили о таких вопросах, которые, естественно, решаемы, и мы будем вместе работать, и их решать, но я тоже хочу убирать все необходимые барьеры, которые сейчас существуют в работе. И, ну, например, еще один пример, первое, что я сделал в УЗИ, я обвинил обязательную перехвалидацию у врачей даже не 5 лет, потому что если это было быстро, как это хорошая, нормальная вещь, то через 15 лет она превратилась в абсолютную бумажку, которую мы будем купить. Для городских врачей, например, в Киевисе, это была не проблема, потому что послание для этого товара, чтобы они получили баллы, а для врачей, например, в селе это была огромная проблема, потому что это были большие деньги, надо было куда-то ехать, и так далее, и так далее. Так одним махом, все, то есть одним таким вот, одним подписью, все сказали, что спасибо большое, пока мы не быстрее сказать, даже пока мы не придумываем лучшую систему вакуализации врачей, то старые, которые не дают никакого эффекта, они будут работать. Все были очень рады. Это раз, вот если вы используете нам такие возможности, не ущибая права пациентов, не врачей, те, которые не будут внять на качество услугу, на арсенале врачей, а просто вот ненужные вещи, перечень ненужных вещей, которые вам в дом урали. Пожалуйста, подумайте об этом, не дайте нам узнать, что-то нужно абсолютно быстро делать. Я хочу огромное спасибо вам, все герои, что в своем нашли время. Сейчас прожим полотненький. Долгие ключи, и с твоей стороны тоже, я извиняюсь, но, наверное, в общении, на самом деле, дружу, кому-то знать, будем друг друга и передавать, и более, и больше дискутировать, и что-то хорошее, я думаю, в концу встречу нам постараемся организовать встречу еще раз. Вот, мы через помещение людей, чтобы вы не думали, но не останавливайтесь. Кстати, пожалуйста, давайте дайте нам информацию, пишите на имелось. Еще другая проблема, расходность, что нужно под официальным письмом, то есть, что пока письма такой для меня, или я должен лично истать через службу, если жили, то можно жить. Такое место, да? Так что, можно прям очень много, там, если служба, если я до... Одесса, два, три, штуки. Все, вот, напрямую, все, что я регулирую, в основном. Так что, пожалуйста, дайте нам вашу обратную связь на быстрое решение проблем. Я буду очень рад, что я вам пришел. А те проблемы, которые глобальные, которые сейчас, и через, извиняюсь, законы, это, естественно, что-то будет право. С правой, естественно, то, что уже есть хорошая, это особенность, это плохое, мы берем. То есть, это, что мы берем. Вот так вот, постараемся, будет плохой. Ну, так, как вам упадет? Женись, вам не ушло. Не, просто заболено было, так сказать, участили. Я честно говорю, что я не думаю, что это часовые встречи. Вообще, мозг, человек, вот, интересно, ищем, он работает, как раз, как раз, время подышается. Потом уже есть никакие, как раз. То есть, это вещество, как серые, уже ждет, что, естественно, подышается, потому что вы можете, естественно, остаться, если так не поговорить, потому что, если вы думаете, что это, например, у нас уже, по-другому, что это, по-другому, еще раз, обязательно, огромное спасибо. 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 Спасибо.